Девушки отдыхают Я не знаю, зачем я кричу. Я так рада поделиться этим видео с тобой. Я так рада, что могу записать это видео с тобой. Ты даже не представляешь, как долго я ждала, чтобы снять такое видео. Ладно, я получила свой первый заработок на YouTube. Ты был важной частью моего пути, и я хочу поделиться с тобой всем. Так что если ты новичок на YouTube, или только думаешь о том, чтобы начать, или тебе просто интересно, сколько я зарабатываю как нигерийская блогерша, оставайся со мной. Бери попкорн и смотри, что я тебе покажу. Итак, мой канал монетизировали в апреле. Нет, в феврале, а не в апреле. Я зарегистрировалась в партнерской программе YouTube. У меня были проблемы с подключением аккаунта. Когда я вводила один адрес электронной почты, мне говорили, что он уже подключен, и мне нужен был другой. Я хотела использовать другой адрес, потому что не хотела использовать тот, который использовала для открытия канала. Это просто личное. Это не обязательно. Мне просто нужна музыка на фоне. Я не знаю, помешает ли она видео, и не хочу прерывать запись. Как угодно. Ладно. Я подала заявку на получение рекламы и сняла видео. Это видео о том, как я получила рекламу, и через что мне пришлось пройти, чтобы это стало возможным. Я просто хочу рассказать тебе об этом и сделать все быстро. Это видео не очень длинное, так что это все, что нужно для монетизации, для вступления в партнерскую программу YouTube и для получения рекламы в Adesense. Если вы хотите узнать больше о том, как я получила рекламу в Adesense, вам нужно посмотреть это видео. Все, что я упомянула, все это правда. Ну вот, мой канал начал показывать рекламу в апреле. Так что, как видите, я получила монетизацию в феврале, но реклама на моем канале появилась только в апреле. Да, я начала зарабатывать на своем канале с рекламы в апреле 2024 года. Я покажу вам свою панель управления позже. Я покажу вам все детали, прежде чем расскажу, сколько мне заплатил YouTube. Это не первый раз, когда я зарабатываю на YouTube. Я уже зарабатывала на YouTube, но это первый раз, когда YouTube официально... Нет. Это деньги от самого YouTube. Хорошо, прежде чем я покажу вам свою панель управления, нужно учесть несколько факторов, влияющих на доход от YouTube. Я хочу, чтобы вы поняли эти термины, потому что я буду использовать их, когда покажу вам свою панель управления. Есть такое понятие, как KPM, то есть стоимость за показ. Это деньги, которые рекламодатели платят за рекламу своих продуктов или услуг на вашем канале YouTube или в конкретном видео на YouTube. Это RPM. Теперь есть еще и доход с рекламы на YouTube. Это деньги, которые YouTube выплачивает вам после вычета своей доли. Другие факторы, которые могут повлиять на ваш доход, это ваше местоположение. Я бы сказала, это старая версия, вы можете оставить ее снаружи. Например, если кто-то работает в моей ванной. В данный момент я нахожусь в Нигерии, так что да, когда я покажу тебе свою панель управления, имей это в виду, а также свою нишу. Окей, итак, мой канал образовательный. Деньги, которые получит технический или финансовый канал, не будут такими же, как у игрового канала, или канала о стиле жизни, или кулинарного канала, или любого другого канала. Так что обороты в каждой из этих ниш всегда разные. Тебе также нужно иметь это в виду, если ты запускаешь канал на YouTube. Хорошо, так что не заканчивай. Все произошло очень быстро. Вот и все. Давай сейчас подойдем к моему компьютеру, и я покажу тебе, как пользоваться моей панелью управления. Хорошо, прямо здесь ты видишь, что до 22 апреля мы зарабатывали 0 долларов. Итак, 22 апреля мой канал заработал 0,62 цента. Общая сумма составила 80 центов, 90 центов, а до 30 апреля 72 цента. Итак, за весь апрель мой канал заработал 11 долларов. Май был самым прибыльным месяцем для меня, и я собираюсь показать тебе, почему. Хорошо, вот мой отчет за май. Первого мая мы заработали 1 доллар 6 центов. Мы просто продолжали двигаться вперед. Ты же знаешь, каждый день что-то меняется. Бывают дни, когда ты зарабатываешь всего 10 центов. Бывают дни, когда ты зарабатываешь 1 доллар. Бывают дни, когда ты зарабатываешь 5 долларов. Например, в воскресенье, как ты можешь видеть здесь, я заработала в воскресенье 12-го. Я заработала 5 долларов 30 центов. В понедельник было 5 долларов 2 цента, 5 долларов 2 цента. Так что каждый день все по-разному. 15 мая мой канал заработал 12 долларов 12 долларов 82 цента. Количество центов просто упало до 8,34 цента, и вот так, вот так, вот так. Вот так. И это продолжается, и чарты просто продолжают падать все ниже и ниже, так что оно колеблется каждый раз. Хорошо, и так, за май месяц мой канал заработал 78 долларов 7 центов. Это был мой самый высокий доход за месяц. Позволь мне показать тебе видео, которое принесло мне больше всего денег в мае. Да, вот оно. В этом видео я рассказываю о 8 веб-сайтах, на которых ты можешь зарабатывать деньги, выполняя микрозадачи. Таким образом, у нас было 6,9 тысячи просмотров, 450,7 часов просмотра ушли с моего экрана. У меня 320 подписчиков, и это видео заработало 44 доллара за одно видео. Так вот, это видео заработало больше всего денег в мае. Остальные 30 с чем-то долларов были просто накоплены за счет других видео. Вот аналитика этого видео. Несмотря на то, что у этого видео было около 350 подписчиков, у меня все равно было 87,1% людей, которые не подписались. Как бы то ни было, если вы все еще смотрите до этого момента и еще не подписались на канал, пожалуйста, нажмите кнопку подписаться, потому что у меня есть цель для вас. В этом году я хочу набрать 10 подписчиков, 10 тысяч подписчиков, и ты поможешь мне в этом. Я не собираюсь делать это в одиночку. В одиночку я не смогу этого сделать. Без тебя, по сути, нет никакого канала. Так что, если ты еще не подписалась на канал, пожалуйста, нажми кнопку подписаться и помоги мне достичь моей цели, поделившись ссылкой на этот канал со своими друзьями и семьями. Большое тебе спасибо. Мы начинаем. Назови свой пол и возраст. Это видео посмотрели 37,8% людей из Нигерии. У меня также были зрители из Соединенных Штатов, Южной Африки, Кении, Индии. Да, у меня также есть подписчики из всех этих мест. Да, окей, вот и все, что касается видео, которое набрало у меня больше всего подписчиков. О, у меня было 320 подписчиков. Я совершила ошибку. Извини. Хорошо, давай я покажу тебе количество просмотров и оборотов в минуту для этого конкретного видео, которое принесло мне больше всего денег в мае. Хорошо, так вот, это количество просмотров составляет 11 долларов 53 цента. Это центы за тысячу просмотров. Хорошо, а теперь количество просмотров. Помните, я говорила вам, что количество просмотров – это стоимость одного блюда. Количество просмотров – это сумма, которую YouTube платит за тысячу просмотров. Так что для этого видео количество просмотров составляет 6 долларов 42 копейки. Это центы. Так что это не статично. Давай я покажу тебе другое видео, чтобы объяснить лучше. Хорошо, вот видео, которое я сняла о компаниях, нанимающих виртуальных помощников. Вы можете видеть, что цена за клик составляет 4 доллара 93 цента. Это те деньги, которые платят рекламодатели. А вот здесь цена за клик составляет 2 доллара 23 цента. Это центы. Ты можешь увидеть разницу. Это еще одно видео. 8 долларов 75 центов. Цена за клик составляет 4 доллара 0,09 цента, а скорость вращения 4 доллара 0,09 цента. Да, так что в некоторых случаях скорость вращения составляет 0,09 с чем-то цента. Вот как это работает. Таким образом, оплата, которую я получила с YouTube, суммируется за апрель, май и июнь. Да, таким образом, минимальный порог для получения оплаты составляет 100 долларов. Так что если ваш канал не наберет 100 долларов, это будет примерно 99 долларов. Они вам не заплатят. Так что нужно достичь порогов 100 долларов. Хорошо, давай перейдем к июню. За июнь мой доход снизился до 30 долларов 65 центов. Это всего лишь несколько центов. Да, на YouTube есть блогеры, которые зарабатывают по 1000 долларов в месяц, по 100 долларов в месяц. Но мы пока не достигли этого уровня. Да, это нестабильный доход. Он не фиксированный каждый месяц. YouTube платит вам 100 долларов. Каждый месяц YouTube будет платить вам 200 долларов. Это не фиксированная сумма. Иногда вы зарабатываете всего 10 долларов, а иногда 100 долларов. Иногда вы зарабатываете 200 долларов. Это зависит от просмотров. За эти три месяца мой канал заработал 120 долларов 32 цента. Да, это общий доход, который мы получили на канале. 120 долларов 32 цента. Да, YouTube снял 19 долларов, и на моем банковском счете осталось 101 доллар 2 цента. Я найду ссылку на электронную почту где-нибудь на экране. Это просто реклама. Я также могу зарабатывать на членских взносах. Я также могу зарабатывать на суперспасиба или суперчатах. Суперчат – это когда ваши подписчики платят вам за комментарии. Давайте я покажу вам, как это работает. Вот как можно присоединиться к моему каналу. Просто зайдите сюда, увидите кнопку «Присоединиться». Нажмите на нее и все. У нас есть уровни «Новичок», «Продвинутый VIP-клуб». Если вы используете мобильный, просто перейдите сюда. Да, на мобильном вы увидите кнопку «Присоединиться». На компьютере все так же. Хорошо, что касается суперфункций. Если вы используете компьютер, просто перейдите к этим трем точкам и увидите кнопку «Спасибо». Нажмите на нее и вот оно. Здесь вы можете указать любую сумму, какую захотите. Вы можете увидеть, что есть возможность сделать пожертвование, которое напрямую пойдет на помощь Мфон АК. Давайте сделаем это. Вы можете выбрать любую сумму, какую захотите. Да, вам нужно только нажать кнопку «Купить» и «Отправить». Если вы пользуетесь мобильным устройством, я покажу вам, как это сделать и где это можно найти. Вот здесь. Это прямо на экране. Принцип тот же. Вы можете настроить сумму и добавить комментарии, например «Спасибо». Вот и все, друзья. Это был мой первый платеж на YouTube. Надеюсь, в следующем месяце будет лучше. Так что не пропускайте рекламу. Ну вот и все. Я хотел поделиться этим с вами, потому что вы были важной частью моего пути. Большое вам спасибо за поддержку. Спасибо, что были рядом со мной на этом пути. Да, благословит вас Бог. Хорошо, если вы блогер, если вы начинающий блогер, как я, или только начинаете, или думаете, стоит ли этим заниматься, я бы сказал, что стоит. Сейчас это может показаться вам небольшой суммой, но для меня это огромная сумма, потому что мои усилия окупаются. И кроме того, есть и другие способы заработка на YouTube. Вам не обязательно ограничиваться только рекламой. Я зарабатываю на своих цифровых продуктах. Я зарабатываю на консультациях. Мое первое спонсорское соглашение на YouTube было даже больше, чем мой первый платеж на YouTube. Это произошло, кажется, в феврале этого года. Вот так. На моем канале не было даже 4000 подписчиков. Тогда у меня было, по-моему, 2000 подписчиков. Так что есть и другие варианты заработка на YouTube. Не отчаивайся. Да, я просто хотела опубликовать это, чтобы подбодрить кого-нибудь. Перемены, которых ты желаешь, или прогресс, которого ты желаешь, не произойдут мгновенно. Ты должна продолжать продвигаться вперед. Ты должна продолжать создавать контент. Ты должна продолжать. Тебе нужна выдержка, да, чтобы продолжать идти вперед. Тебе нужна настойчивость. Вот и все. Я хотела поделиться этим с тобой. Так что если ты еще не подписана на канал, пожалуйста, нажми кнопку подписаться и поставь лайк этому видео, чтобы оно могло охватить более широкую аудиторию. Вот что происходит, когда тебе нравится мое видео. Это показывает YouTube, что даже подписчики заинтересованы в просмотре этого видео. Так что давай покажем его большему количеству людей.